Всем приветик! Сегодня 1 января, так что поздравляю вас еще раз всех с Новым Годом! Пусть он будет замечательный и пусть в этом году непременно исполнится какое-то ваше очень заветное желание. А мы начинаем сегодня снимать новый влог. Женька сейчас в душе. Давидик тут рядом со мной сидит, занимается своими детскими делами. Я уже привела себя в порядок и собираюсь позавтракать и выпить кофе. Я буду кушать овсянку. Я ее сварила на воде с грецкими орехами и сушеными яблоками. И также во время приготовления я добавляю корицу и мускатный орех. Так вкус получается более интересный, более насыщенный и более многогранный. Также я пью кофе без кофеина и во время приготовления я добавляю в него такие интересные специи. Я их заказывала на iHerb. Эти конкретно у меня с корицей, кардамоном и имбирем. Но вообще есть много разных там вариантов. Вы знаете, нужно добавить буквально на кончике чайные ложечки. И получается очень пряный, очень такой красивый, очень интересный вкус. Можно добавлять не только в кофе, но и в чай, в глинтвейн, также в выпечку. И вот такая вот маленькая баночка сделает ваш любой напиток более интересным. Так что очень рекомендую. Я оставлю вам ссылочку. Обратите внимание. Ну и горстка моих добавок. Здесь у меня эхинацея, пребиотик, витамины D3. Мои витамины для беременных, омега. И также я пью цифосель. Это для щитовидной железы. Ой, мне так нравится елочка, которая у нас получилась. Вообще, правда красивая? Не знаю, мне очень нравится. Очень-очень. А еще мне нравится посудка, из которой я буду кушать. Это я покупала в Батлерсе. Смотрите, чашечка идет с такими как бы золотистыми вкраплениями. Я уже в инстаграм, кажется, показывала. И видите, у нее край такой не совсем ровный. И тарелочка тоже идет с золотистыми вкраплениями. И тоже такая как бы немножечко горявая. Но смотрится это все очень-очень красиво. Я вообще люблю красивую посуду. Для меня эстетика потребления пищи очень важна. Не менее, чем ее вкус. Радует глаз. Видишь, Семен, какая у нас красивая Белька, да? Самая красивая собачка на середине. Вот такая моя зайка. Моя красотойка. Боже, какая красивая собачка. Убылечка. Здесь можно быть такой красивой собачкой. Меня многие спрашивают, какой косметикой мы пользуемся для того, чтобы ухаживать за кожей Давида. И также я хотела вам показать кое-какие покупки, которые мы совершили для малыша. Единственное, что я понимаю, что эта тема не для всех интересна и актуальна. Поэтому я просто напишу вам вот здесь время. Если вы не хотите смотреть, скажем так, этот отрывок влога, то на какой момент стоит перемотать, чтобы его пропустить. По поводу покупок, у Давида вот-вот полезут зубки, поэтому сейчас у него очень активное слюноотделение. И просто в день расходуется по 6 слюнявчиков. Мне очень нравятся вот эти слюнявчики именно из H&M, потому что они не гладкие, они идут вот такими сборочками. И получается, когда на него попадает какая-то жидкость, не будем уточнять какая, она не стекается, слюнявчика, на одежду, она как бы цепляется за вот эти сборочки. Поэтому обращайте внимание на этот момент, потому что далеко не все слюнявчики шьются именно вот таким образом. В основном они просто такие гладенькие и, на мой взгляд, немножко бестолковые. Вот эти в H&M стоят по 200 гривен 3 слюнявчика. Дорого, ну а что делать? Еще купили со скидкой в Мазырке вот такой вот комбинезончик. Он тепленький, но это не комбинезон для того, чтобы гулять на улице. Чтобы гулять на улице, я взяла теплый конверт на овчине в люльку. А это чисто так, знаете, перебежать из квартиры до машины, вот посадить в автокресло. То есть он теплый, да, но не для долгих зимних прогулок. Вот вроде ничего такой симпатичный. Не знаю, посмотрим. Главное, что размер уже побольше того, что у нас был. И думаю, ему будет более комфортно в нем. У нас теперь здесь небольшая перестановка. Мой стол стоит рядом с диваном. Дальше кроватка, комод с пеленальным столиком. Сюда мы стелим игровой коврик. И, кстати, очень много вопросов по поводу этого коврика нам его подарили. Поэтому я не знаю, где его покупали, но он очень классный. Это подарила моя тетя. Смотрите, тут есть дороги. Я думаю, что Давиду со временем будет вообще очень интересно на нем играть. Ездить по дорогам машинками. Вот, пришлось уже переодеть малыша. Мамочки поймут, почему. Принесла еще то, чем мы пользуемся в ванной. Практически вся уходовая косметика для ребенка у нас от бренда Урияш из линейки Бэйби. Она мне очень нравится. Я, кстати, еще когда была беременна, заказывала много чего для ребенка на iHerb. Но оно лежит. И по факту мы пользуемся только урияжем. Давайте начнем с того, что используем в ванной. Это средство для купания. Оно у нас уже практически заканчивается. Используем с рождения. Во-первых, очень удобно, что здесь есть помпа. Потому что, когда ты одной рукой держишь ребенка, второй, тебе нужно его помыть, подмыть, выдавливать чего-то там из тюбика, конечно, будет совершенно неудобно. Оно очень мягенькое, очень нежненькое, деликатное, не пересушивает кожу, быстро смывается. Короче, нам нравится. Также недавно стали использовать шампунь. У Давида много волос, так что уже пора ему иметь свой отдельный шампунь. Тоже хороший, очень такой деликатный, мягкий. Крем под подгузники. Видите, уже практически добиваем. Есть еще одна новая упаковка. Это крем такой на каждый день. Он хорошо увлажняет кожу, чтобы она не прела, быстро впитывается и опять же имеет легкую текстуру. Если есть уже какие-то именно там покраснения конкретные, прыщики, высыпания, то есть проблемки, то тогда уже используем мазь бипонтен. Кстати, у меня когда было обострение холодовой аллергии на руках, я тоже мазала их бипонтеном, так и спасалась. Потом у нас есть колд крем. Он наносится перед выходом на улицу, когда мороз, если у ребенка кожа склонна к покраснениям, к раздражениям. Я его использую не каждый раз, потому что все-таки кожа должна учиться сама справляться с климатическими изменениями. Но если я вижу, что кожа какая-то раздраженная, то я наношу этот крем на щечки, на носик, на подбородок, чтобы ее уберечь от холода. Также мы часто используем вот такой вот крем. Это просто увлажняющий крем. Я его использую до виду на личико, если у него есть какие-то шелушинки, либо высыпания, чтобы увлажнить кожу и успокоить ее. Потом классная штука, это очищающая вода. Она идет с термальной водичкой Урьяж. Прямо тоже из помпы я ее наношу на ватный спонжик и протираем утром личико, носик, глазки. Очень мягкая, совершенно не щипет и хорошо очищает кожу. Конечно же, увлажняющее молочко для всего тела наношу на все складочки. Тоже удобная упаковка и хорошая, приятная текстура. Из масел я использую Веледу. Тоже оно мне нравится. Больше, конечно, использовала его, когда Давид был еще совсем маленький. Сейчас использую довольно редко, но все-таки в аптечке, скажем так, уходовой оно должно быть. Также часто спрашивали меня про всякие колики, когда у Давида они были. Мы использовали вот боботик, использовали испумизан, использовали вот такой гриб-вотер. Но, если честно, я не увидела ни от одного из этих средств результата. То есть так, родители для самоуспокоения, конечно, пытаются как-то облегчить состояние ребенка. Но по факту ничего не происходит. Поэтому советовать я не могу. На ежедневной основе мы даем ему витамин Д, это прописал наш доктор. И также аптилакт. Здесь сбор разных лактобактерий. В общем, все, что нужно для правильной работы ЖКТ. Ну и тут у меня всякие ватные палочки обычные, чтобы чистить носик. Также для ушек специальные палочки. Здесь стоит щетка от Форео, которую присылали тоже в подарок, когда Давид родился. Еще мы ей не пользуемся. Зубов еще нет. Еще рано. Газоотводные трубочки. И в этом стаканчике расчески у нас от бренда Чика. Я ими довольна. Очень хорошие. Такая вот с закругленными зубчиками, чтобы не поцарапать ребенка. И вот такая щетка. Плюс ножнички тоже Чиковские. Очень хорошие. С первого дня их используем. Безопасные. Ими невозможно, когда там порезать или уколоть ребеночка. Так что тоже советую. Остренькие, хорошие. Ну и здесь три градусника. Наш электронный Ксиоми. Рассказывали о нем более подробно в видео про то, что нужно ребенку на первое время. Обычный электронный градусник. И ртутный советский. Ну и в ящиках все, что нужно для ребенка. Из подгузников, кстати, мы используем либо вот такие Хагис уже троечка Элит Софт. Либо трусики от Мэрис. Вот. Тоже они нам нравятся. Если мы куда-нибудь выезжаем, либо на ночь, то одеваем Хагисы. И если просто дома, то у Мэрисы, потому что они дышат. Ну и здесь одноразовые пеленки. Дальше уже ящики с одежками. Со всякой, короче, ерундой. Думаю, это уже не сильно вам интересно. Всем приветик. Уже наступил следующий день. И мы хотели вам сказать огромное-огромное спасибо за всем. Даже больше, чем огромное. Да, поздравления и пожелания под нашим предыдущим влогом. Мы тоже вас всех еще раз поздравляем с уже наступившим Новым Годом. Вы у нас просто замечательные. И мы вас очень любим. Да, Кейска? Да, Кейска. Да. Вот. А мы сейчас направляемся к стоматологу, вернее, к ортодонту. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению, к письбелечке, потому что ее в медицинское учреждение брать с собой нельзя. Но с Давидом, в общем, едем втроем. Потому что мы собрались ставить Жене брекеты. Вот. На самом деле это не из-за эстетической стороны вопроса. Мне, допустим, очень нравятся Женины зубы. Я считаю их очень харизматичными. Зубки-вальпирки. Но они, к сожалению, у него заворачиваются вовнутрь. За счет этого оголяются кости. И это совсем-совсем не полезно. Начинаются проблемы с зубами. Всякие кариесы. И если ничего с этим не делать, то со временем вообще можно потерять часть зубов. Вот. Поэтому для здоровья Женьке будем ставить брекеты. К сожалению. К сожалению. Мы уже сделали все снимки, слепки, все, что нужно. И сейчас уже едем непосредственно к доктору обсуждать, какие именно брекеты и вообще план лечения. Кстати, знаете, как мне Женя сделал предложение? Это было так романтично. Это было очень романтично. Нет, именно как. Наверное, это стоит рассказывать в каком-нибудь другом видео. Но был небольшой нюанс. За несколько дней до того, как Женя сделала мне предложение, мне установили брекеты. Причем устанавливала их наша подружка Лена Артодонт. Она уже сейчас уехала в Германию. Она там живет и работает. И как бы Женя мог ей позвонить и сказать, Лена, давай не в этот день, давай там через недельку поставим. Он ничего не сказал. Вот так и мне установили брекеты. У меня жутко все болит. Я только привыкаю. У меня разодраны тесна. Я вообще могу думать только о том, какая адская боль у меня во рту. Хорошо, раздирают тесна при установке. И Женя делает мне предложение. А потом он через время говорит, ты как-то не сильно обрадовалась, когда я сделала тебе предложение. Я говорю, серьезно? Серьезно? Серьезно. Заберу предложение обратно. Уже все, уже поздно. Не заберешь. Короче, вот такой вот, вот такой вот чубак. Чубак, чубак, чубак. У меня болит спинка, поэтому Женька за мной ухаживает. Вы не представляете, как уже отхаживать с человеком, у которого болит спинка. Помните, я в прошлом влоге сказала, вы не представляете, как сложно жить с человеком, который вечно хочет спать. Женя, теперь что я бы не попрошу? Женя, я хочу пить. Вы не представляете, как сложно жить с человеком, который вечно хочет пить. И теперь, что я не скажу, он отвечает. расширяем верхнюю челюсть расширяем нижнюю челюсть это несъемная система брекеты и замочки для того чтобы в дальнейшем не было проблем ни с тесной, ни с костью, ни с рецессиями и так далее девушки очень радуются, мужчины сначала, я же не могу кушать, тяжело, а потом тоже у меня одна надежда, потому что так я могу кушать и кушаю, а вот брекеты у меня есть шанс так ты брекеты решил ставить, чтобы похудеть? вот это диета тебе потом отдадут их, да? ну что, ставим металлические или керамические? ставим металлические, а с экономленной денью покупаем новые наушники или усилий вилитель тебе же ходить в них полтора года ходить ну и что, я буду металлическим буду за это у меня будет отличный усилий вилитель клевый наушники подсматриваю задрашкой чин-чин морковный фреш чин-чин манговый фреш манговый фреш ох, ничего он стоит так же, как морковный нет, я про то, что редкий вид фреша я, кстати, не люблю манго и терпеть не могу терпеть ненавижу куда мы пришли? скажи, куда мы пришли? оператор от бога, куда мы пришли? фарелка, вилка и тарелка заведение называется покушать и покормить Дарина потому что скоро он прогнаться и захочет есть а потом у нас еще очень-очень одно важное посещение очень-очень важных мест но пока мы не расскажем, о чем идет речь скоро вы все узнаете но я думаю, что исполним одну мою мечту да? в скором будущем пойдем в магазин интимных товаров? нет, в мою, не твою а, ладно потом обязательно все вам расскажем но, короче, скрестите за нас пальчики держите на нас булочки чтобы все-все-все получилось то, что мы задумали представляешь? Женя мы тебе поставим брекеты и ты перестанешь быть покривыкшей нет, не перестану это от брекетов и зубов не зубы расскажите, кто такие покривыкшие? это мои зубы а как родилось слово покривыкша? это что-то там было попривыкши попривыкали, я уже не понял мы в Америке, когда шли вдоль Дайтона Бич и мы очень долго шли и я говорю, что я устала а ты говоришь, ну смотри, пенсионеры же ходят и не устали я говорю, так они уже привыкши и получилось покривыкши покривыкши и делалось покривыкши все, что кривенькое у нас в жизни встречается у нас имеется слово покривыкши например, твои зубы мы заказали себе по зубчику у тебя какой суп? там ян а у меня суп из тыквы мы взяли по салатику у Женьки и Цезарь а у меня вот такой вот красивый салат с морепродуктами но я терпеть не могу такую подачу потому что теперь мне придется пачкать руки и чистить самой креветки а потом идти их мыть креветки? руки вместо того, чтобы начинать есть ну, я же сообразительная девочка я нашла как-то пусть Женя идет, потом моет руки а я буду есть спасибо, любимый главное, чтобы ты их положил потом обратно в тарелку они сразу в рот сразу в рот а была мысль мне кажется, дети, когда начинают говорить они говорят очень смешной-сусюха и немнятно потому что взрослые с ними сусюхают и говорят немнятно это речь, которую они слышат постоянно ну невозможно говорить нятно потому что ты смотришь на него на тебе!!!! �хи, но не то, кто я иди да хулибат ну что как тебе заведение тарелка антуражик неплохой девочка миленькая обслуживание все окно и дапс просто набор продуктов продуктов набор продуктов в 1 тарелке да и вот это за очень не фиговое деньги ну вот мы отдали 1100 то есть мы там съели грубо говоря по супу по салату там и посол на напитки ну то есть цены выше чем средние по киеву скажем так еда просто вообще ни о чем знаете вот бывает пища которая тебя насыщает от которой ты там получаешь удовольствие а бывает еда вот просто набить желудок вот это еда такое что-то но кстати небольшое предисловие мы несмотря на все позитивное отношение к жизни жене довольно требовательные и придирчивые люди что касается фильмов фильмов заведений хлеба и зрелища то есть когда у нас друзья спрашивают отзывы о чем-то они знаете бывает иногда даже значит хорошие сапоги надо брать вот так что в принципе мы достаточно придирчивые но нам не понравилось вот но нам доброго праца доброго праца и пристойного монжа не подсказывая с малым расходом бензина удобный удобный скорее всего дизельный нет тебе нравится бензиновый согласен какой-нибудь там три литра в шесть да на четыре стопы я не желаю хербаты и ем чехоладовый торт всем приветик как вы поняли мы были на польском я теперь буду в каждом влоге показывать вам польский раньше я показывала в каждом блоге как я крашу волосы а теперь будем показывать вам польский на самом деле шучу но это было просто очень смешно да ведь сейчас начал активно разговаривать на своем языке и он весь польский нас перебивал не давал никому ничего сказать учительнице не давал сказать кричал что-то рассказывал хорошо что белька не перебивала ну она же взрослая она уже взрослая а вообще мы хотели спросить вашего мнения одна партнерская программа предложила нам организовать встречу с подписчиками в январе и вот нам очень интересно что вы думаете по этому поводу сможете ли вы придти сколько человек сможет прийти поэтому обязательно напишите в комментариях кто из киева или около киева сможете ли вы приехать на встречу в январе чтобы мы вообще понимали стоит ли ее организовывать они хотят провести встречу в торговом центре гулливер прямо на первом этаже они займутся всеми организационными вопросами с нас и с вас нужно будет только прийти встретиться и пообщаться вот так что ждем ваших комментариев это очень-очень важно и если всех получится то мы будем рады всех видеть да? тут в супермаркете мы уже начали прикорм да Женя? да правда прикорм не Давида, а Жени Женин прикорм что это? персичек? это яблук, морковка, айва это румяне щечки да а сколько ты грамм съедаешь в сутки прикорма? ну баночку точно съедаю однажды в суровую зимнюю пору я из леса вышел и сразу зашел я из леса вышел и сразу зашел а мы приехали на ВДНХ на елочку посмотреть на елочку вот красивенько все светится и вот она елочка елочка маленькие пингвинчики ходят, да? Алиска скажи привет 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 Булька у нас на пассажирском 2019 вот она елочка там ярмарка тут какие-то инсталляции для фотографий и все что волнует Женю это еда еда где еда? да, еда и я вам покажусь а то я снимаю и снимаю а то меня не снимают и не снимают и не показывают и не показывают что я не знаю и не знаю как в северном Продолжение следует... Продолжение следует...